Друзья, очередную программу из цикла Югра в рюкзаке я снова решил посвятить природе, а именно природным паркам Сургута. Скажу сразу, что их в экономической столице округа несколько и каждый по-своему уникален. Но начну с, пожалуй, самого излюбленного сургутянами парка, парка за Саймой. Сайма – это такая протока. С него и начнем. Вперед! Парк находится в развилке одноименной реки, где, к слову, и зарождался Сургут несколько веков назад. Здесь лучшее в городе место для катания зимой на лыжах, а летом на роликах и велосипедах. Парк имеет несколько выходов в город и представляет собой довольно густой лесной массив с соснами, дорожками и фонариками. Парк – отличное место для прогулок с детьми. Кстати, домашних питомцев выгуливать тоже не возбраняется, но с некоторыми оговорками. Радует, что повсюду в парке встречаются вот такие урны для четвероногих друзей человека. Взял пакетик, убрал за собакой, выкинул. Все. Чисто это просто. Один из любимых всеми аттракционов парка Сайма – это белки, которые водятся здесь в обилии и радостно позволяют кормить себя с рук. Есть здесь и спортивная площадка, а на берегу протоки ежегодно можно увидеть принимающих солнечные ванны и даже купающихся горожан. Но сейчас зима и купаться я не буду. А вот с этого берега, друзья, пожалуй, одна из самых лучших панорам открывается. Вот. Пожалуйста. Вид на корпуса Сургутского государственного университета. Одно. Одна из достопримечательностей Сургута, кстати. Парк за Саймой находится в самом центре Сургута. С севера он примыкает к университетской улице, с востока к Пролетарскому проспекту, а с двух других сторон ограничен рукавами реки. Общая площадь парка превышает 60 гектар. В северо-восточной части находится небольшой ботанический сад с редкими деревьями и кустами. Парк за Саймой, друзья, уникален еще и тем, что здесь присутствует такой некий древесный симбиоз. Вместе растут хвойные леса и лиственные, вот, например, березки. Красота, одним словом. В общем, это настоящий бриллиант в короне Сургута, созданный природой и ограненный человеком. Но есть еще одно не менее уникальное место, где довелось побывать мне этой осенью золотой. Местность, куда занесло нашу съемочную группу, находится прямо под Сургутом. Это его пригород. На первый взгляд, казалось бы, обычный лес, протоки, озера. Таких в югре великое множество. На самом же деле, это место пропитано тысячелетней историей, множеством археологических находок и легендами. Объект культурного наследия Барсова гора. Сегодня мы совершим здесь прогулку, походим по этому лесу и посмотрим, полюбуемся красотами. Вперед! Природно-археологический парк, а именно такой статус присвоен Барсовой горе, всего в 15 километрах от Сургута. Можно сказать, что это западная окраина города. Находится в пойме Аби. Ваш покорный слуга давно мечтал здесь побывать, да все как-то ноги не доходили. Перейдем к истории этого места, ведь, собственно, за этим я сюда и приехал. Итак, урочище Барсова гора место во всех смыслах уникальное. Начнем с географического положения. Оно протянулось на 8 с лишним километров по высокому правому берегу реки Обь, между речками Барсовка и Калининой. С северной стороны к горе примыкают болота. Восточную часть ограждает протока Утоплое, тоже близко подходящая к коренному берегу. В западной части протока Микишина и река Калинина. Места очень красивые. Здешняя природа заметно выделяется среди не слишком разнообразной окрестной растительности. Вот куда вывела нас дорога, непростая. Здесь находится какой-то центр спецподготовки. Видимо, готовят будущих бойцов, спецназовцев. А наша дорога ведет сюда. Значит, правильно идем. Богатые телеса ягодой и грибами, в том числе такими ценными, как белые подосиновики. Старожилы еще помнят, что в урочище водилась дичь, причем в большом количестве. А когда-то чистые протоки, подпитываемые многочисленными подземными ключами и хорошо прогреваемые летним солнцем, изобиловали рыбой. По пути. Вот какие чудеса встречаются. Огромный муравейник. Сколько миллионов там их? Или тысяч все-таки? Конечно, не могло такое удобное и природно богатое место пустовать. Как предполагают ученые, первые люди поселились в этих местах в пятом тысячелетии до нашей эры. Что ж такого ценного нашли здесь исследователи? Прежде всего, это множество остатков жилищ и построек древних людей, когда-то составлявших сотни поселений. 61 городище, 7 могильников, несколько святилищ, возраст которых определяется тысячелетиями. На месте поселения ученые нашли множество предметов бытой вещей, также принадлежащих разным эпохам. Среди них наконечники стрел, топоры, кесла, ножи, мечи, кинжалы, изготавливаемые сначала из камня, сланца, кремниевых пород, а еще из бронзы и железа. Это многочисленные, богатые, красиво украшенные керамические сосуды и их обломки, принадлежащие к разным видам культуры древности, благодаря которым ученые смогли хотя бы предположительно определить, из каких мест и когда приходили сюда новые племена, с кем торговали таежные жители. Обилие найденных литейных форм и тиглей, это сосудики для переплавки бронзы, говорит о развитом литейном мастерстве в здешних краях. Среди находок множество бронзовых и серебряных украшений, бляшки, браслеты, подвески, пряжки с изображением животных и птиц. Привозны бронзовые и серебряные сосуды, посуда, зеркала неместного производства, культовое литье, отличающиеся великолепной пластикой, человеческие личины, фигуры воинов, медведей, тетеревов, рыб, древовидные фигурки. Было найдено огромное количество железного оружия, палаши, боевые топоры, кольчуги, мечи, кинжалы и навершия к ним, выполненные из бронзы. Есть на Барсовой горе и другие находки. Среди них кости мамонта и шерстистого носорога. Кроме того, два из трех обнаруженных в Западной Сибири могильника, принадлежащих к так называемой кулайской культуре, находятся тоже здесь. Один из редких кладов был обнаружен учеными Уральского университета совершенно случайно. Обследовали наполовину разрушенное городище. Как выяснилось, древние люди трижды уходили из него и вновь возвращались. На месте городища они построили святилище, в котором кто-то зарыл клад. Возможно, принес его в дар духом, а, может быть, просто спрятал. Клад представлял собой тяжелую серебряную с позолотой чашу, завернутую в бересту. Внутри чаши находились настоящие произведения искусства. Два браслета, цепь гривна на шею, пара шумящих подвесок, две пары височных украшений. Так-то. Есть еще одна то ли быль, то ли легенда, относящаяся ко времени освоения этих земель русскими первопроходцами. Она-то и раскрывает тайну, почему урочище носит название Барсова. Итак, незадолго до прихода русских в здешние края, местными хантыйскими племенами правил могущественный князь Барс, или Бартс. Послушные и покорные были подданы своему предводителю. Исправно служили ему и умножали его богатство, регулярно поставляя ко двору дорогие дивные меха. Этот величественный таежный властелин, в мирное время изумлявший соплеменников роскошью, а в дни военных походах облачавшийся в сверкающие железные доспехи, был для своих подданных не только единственным судьей и защитником от людей и духов, но и реальным воплощением земной власти и славы. Легенда гласит, что не захотел гордый князь не подчиниться пришельцам, не делить с ними власть и собрал свое войско для защиты от чужаков. Величественный хозяин тайги и властитель окрестных племен не мог предполагать, что его противники подданы куда более величественного и могущественного правителя, русского царя. Войны этого властителя были вооружены не только копьями и стрелами с железными наконечниками, но и ружьями, заряженными порохом. Знаете, друзья, пришлось поискать это самое место, но мы его нашли. Вот она, Барсова гора. Видимо, здесь как раз и было городище князя. Вот это красота! Просто дух захватывает от такого пейзажа. Пожалуйста. Жаль, только нет ни указателей, никаких памятных знаков тоже нет. А как смотровая площадка, это место просто идеальное. После долгой осады крепость князя была взята чужеземцами, русскими казаками. Согласно легенде, храбрый Барс проиграл, но не сдался и не смирился. Он и его самые верные воины бросились с высокой горы в протоку, предпочтя смерть неволе. С тех пор имя непокорного князя осталось в названии Барсовой горы, до речки Барсовой. Такая вот история. А сейчас мы совершим прогулку в еще одном островке живой природы, излюбленным сургутянами. Это кедровый лог. Попасть в него можно через парк культуры отдыха «Нефтяник». Пойдем прогуляемся. Сразу на входе встречают вот такие знакомые всем с детства персонажи. Эх, будь я ребенком, побегал бы здесь с удовольствием. Ах, шипокляк с крыской лариской. Кедровый лог – одна из главных достопримечательностей Сургута. Парк славится своими прекрасными пейзажами и богатой растительностью. В этом месте очень приятно гулять в любое время года. Здесь находится множество дорожек, благоустроенных лавочками и фонтанами. Есть несколько прекрасных смотровых площадок и зон для отдыха около водоемов. Несмотря на то, что кедровый лог примыкает к территории одноименного санатория, вход сюда доступен всем желающим. Особой популярностью у туристов пользуются садово-парковые скульптуры. Местные жители Белки уже привыкли к туристам и спускаются с деревьев достаточно близко. А еще в кедровом логе находится Сургутский ипподром. Самый ипподромный ипподром в Западной Сибири, так говорят. Но, к сожалению, из-за пандемии внутрь мы сейчас попасть не можем. Поэтому будем любоваться конями через забор. Парк используют не только для развлекательных, но и для лечебных целей. Благодаря кедровым деревьям здешний воздух очень полезен для людей с заболеваниями дыхательных путей. Вот такая, друзья, экскурсия по паркам сургутским получилась. Но начинает смеркаться, холодает. К тому же съемочная группа требует отдыха. Да и мне тоже отдыхать пора. Но я с вами на этом не прощаюсь. До встречи на телеканале Югра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова